Севастопольцев призывают пройти вакцинацию от вируса гриппа. После проведенной прививки иммунитет в организме полностью формируется в течение 21 дня. Потому сейчас самое время позаботиться о своем здоровье и защитить близких. Ведь пик заболеваемости в городе ожидается в конце декабря-начале января. В этом году грипп придет в Севастополь в виде трех отдельных штаммов. Это в первую очередь H1N1, это Мичиган, это мутировавший вирус птичьего гриппа, который в 2007 году буйствовал на земном шаре. Также будет H3N2, это Гонконг, и грипп Брисбан. Вакциной на сегодняшний день город Севастополь обеспечен в достаточном объеме. Буквально в понедельник уже будет доставлен в город оставшееся необходимое количество. Это будет составлять порядка 69,5 тысяч доз для взрослого населения и порядка 29,5 тысяч доз для детского населения. Вакцина Севигрип отечественного производства, созданная на современных технологических линиях, прошла необходимые исследования и испытания. Препарат помогает организму противостоять сразу трем типам вируса. В первую очередь профилактическая прививка рекомендована детям-дошкольникам, а также людям старшего и пожилого возраста. Говоря о людях старшего и пожилого возраста, мы, конечно же, в первую очередь говорим о хронических больных. Это речь идет о пациентах с сахарным диаметром, речь идет о пациентах с сердечно-сосудистой патологией, те, кто перенесли инфаркт миокарда, те, кто имеет сердечную недостаточность. И, конечно же, речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями легких. Вакцинация в Севастополе началась 1 сентября и продлится до 1 ноября. Сейчас в городе работают более 200 прививочных кабинетов, как в государственных, так и в частных учреждениях здравоохранения. Проходят выезды бригад на крупные предприятия для массовой вакцинации сотрудников. Нужно просто прийти в поликлинику, обратиться в прививочный кабинет, после чего человек вне очереди по зеленому коридору будет осмотрен терапевтом для взрослого населения, либо педиатром для детского населения, будет проведена термометрия, проведен опрос-осмотр. И после этого будет принято решение, можно ли этому человеку сделать вакцинацию. После проведения вакцинации человека оставляют до получаса на территории поликлиники, зачастую в прививочном кабинете, для того, чтобы избежать возможностей любых осложнений. Чтобы сформировалась устойчивая иммунная прослойка, и вирус не смог свободно распространяться. В Севастополе вакцинацию должны пройти 196,5 тысяч человек. Это почти половина населения города. На сегодняшний день профилактическую прививку получили чуть больше 40% от необходимого числа. Сегодня, к сожалению, очень много информации идет не медицинской в плане того, как защитить себя от гриппа, принимая ту или иную траву, лекарственные препараты, которые относятся к иммуностимуляторам. Мы должны понимать, что все это глупости. Все это на сегодняшний день не имеет никакой доказательной базы и только вводит людей в сторону от основной проблемы, от вакцинации. На сегодняшний день имеется три основных препарата, которые эффективны в отношении гриппа. Хочу подчеркнуть, что все эти три препарата входят в рекомендации Министерства здравоохранения по лечению гриппа. И очень важный момент. Эти препараты, уважаемые жители города Севастополя, очень дорогие. Вакцина бесплатная. За вакцину мы вас агитируем. Вакцина позволит не заболеть. Препараты по лечению гриппа, еще раз подчеркиваю, крайне дорогие. Специалисты отмечают, закреповать можно даже после вакцинации. Но такое происходит редко и болезнь в этом случае не будет затяжной, пройдет в легкой форме и без осложнений.